7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника Центр по профилактике и борьбе со СПИДом приглашает всех желающих бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Проходить тестирование нужно регулярно, чтобы в случае положительного результата вовремя начать терапию. Вирус иммунодефицита человека является возбудителем социально значимого заболевания, поэтому и отношение к нему особое. В России разработан целый комплекс мер по профилактике, а также лечению граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией. Главное, уверяют специалисты, своевременная диагностика. Пройти тестирование можно в любой поликлинике, а также в специализированном центре борьбы со СПИДом. Анализ крови точен на 100%, ждать результатов придется около недели. Этот анализ крови делается на антитела к ВИЧ, не на вирус ВИЧ, а к антителам ВИЧ. Для того, чтобы в организме человека появились антитела, чтобы организм выработал эти антитела, нужно от трех месяцев до года. Важно понимать, что на следующий день после потенциально опасного контакта с носителем инфекции результат будет по-прежнему отрицательным. На то, чтобы вирус себя проявил, нужно 4-6 месяцев. Помимо анализа крови есть экспресс-тесты. Применяют их в экстренных ситуациях, когда результат нужен немедленно. Изучаемый биоматериал – слюна человека. Но эти тесты достоверность у них не стопроцентная. И поэтому, если даже мы и делаем такой тест, то мы обязательно берем кровь на ВИЧ. Если еще несколько лет назад были проблемы с получением жизненно необходимых препаратов, то теперь каждый нуждающийся ими обеспечен. Современная антиретровирусная терапия вкупе с ранним выявлением позволяет продлить жизнь такого больного в среднем до 70 лет. Однако разработка лекарств не панацея от ВИЧ. Необходимо проводить грамотную профилактику инфекционного заболевания. Специфическая профилактика, конечно, это охрана здоровья, в первую очередь неупотребление инфекционных наркотиков. Далее вопросы, связанные с защищенным сексом. Естественно, это очень важный момент, поскольку растет эта группа лиц. Конечно, мы говорим о стерильности медицинского инструментария. Говорить о своем ВИЧ-статусе по сей день зазорно и небезопасно. В сознании многих это заболевание исключительно наркоманов, гомосексуалистов и ночных бабочек. Чтобы разрушить архаичные стереотипы, необходима масштабная просветительская работа. Тогда и отношения поменяются, и пройти тест на ВИЧ станет не страшно. На территории Ивановской области зарегистрировано 6800 ВИЧ-инфицированных. На деле их больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова